продолжаем изучать сравнительную степень прилагательных и наречий следующая группа слов которые нам нужно изучить это прилагательные или наречия суффиксами ок 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 когда у нас есть такой суффикс то что происходит как мы ставим прилагательное в сравнительную степень мы берем например прилагательное дубок от него отнимаем вот этот суффикс ок 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 нам еще будет попадаться и чередование происходит с конечной согласной основы то есть так как мы уже привыкли бы чередуется для дубок дубли другие примеры с чередуется с ш как обычно висок виши тут нужно помнить что именно ок вот этот суффикс он отнимается и с чередуется ш как обычно как мы видели во втором способе д д дж сладок сладжи редок реджи т ч краток краци з ж узок уже близок ближи То есть обязательно мы отнимаем этот суффикс и потом каким-то образом смягчаем предыдущую согласную. Ну, я называю это смягчение, но на самом деле вот такое чередование. Есть ещё несколько слов, которые тоже имеют этот суффикс, но их надо как-то отдельно вынести, потому что трудно тут какое-то чередование усмотреть. Вот слово горок, горький, более горький будет горчи. Р никак ни с чем нельзя чередовать, и здесь появляется дополнительный такой суффикс, надо запомнить. Любок, любки, тоже особое слово. Широк, шири, просто р ни с чем не может чередоваться, его нельзя никак смягчить, поэтому оно остаётся так, как есть, но суффикс вот этот убирается. Тежак, тежи, тоже же никак нельзя смягчить. И что здесь нужно ещё иметь в виду, что все вот эти формы, они естественно приведены в мужском роде, но, конечно, есть и женский род единственного числа, и средний род, и множественное число, и все остальные падежи, числа. То есть здесь только начальная форма приведена. Давайте посмотрим на примерах. Овой путь е кратчи. Эта дорога или этот путь короче. Путь, он мужского рода, поэтому окончание идёт по мужскому роду. Храст е шири от бора. Храст тоже мужского рода, значит окончание здесь по мужскому роду и. Приджи ближе. Это наречие, близко-ближе. В наречии всегда окончание по среднему роду. Свилая Таня от памука. Свила это женский род, значит у нас окончание по женскому роду. Ну а теперь попробуйте перевести сами эти предложения, используя сравнительную степень, и напишите свои варианты в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и заходите на сайт. Все ссылки под эти видео на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok